Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 842. События дня. Псалом 40, 12 стих. «Из того узнаешь, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки». За 5 апреля 2018 года. Сегодня пятница, старостной недели. В 3 часа по нашему времени Христос умер на кресте. Ю. Игнать Тихонович, здравствуйте. Благодарю вас за все ваши труды по православию и за видео на ютубе. Видите, как люди приходят, благодарят. А там, которые посмотрели, как ребятишки и змею хватают миллион. А что миллион? Да никто ничего не... ни змей нет. Через вас и Сергея Козлова, и Сергея Карева Господь осенью прошлого года указал мне на неправильное мое крещение. Меня крестили окроплением. В этом году хочу принять истинное крещение в реке с трехкратным погружением. Вы могли бы прислать трехтомник Нового Завета с комментариями? Я сам из Волгоградской области. В июне хочу покреститься в реке, а потом поехать в монастырь на год, так как еще давно дал обет Богу, что год поживу в монастыре. То, что Бог не заповедал, дает обещание. Какое? Какой обет? Какое обещание? Сядь спокойно, ни к чему не прикасайся. Если можете, тогда я напишу вам свой точный адрес и вышлю денег, сколько нужно. Дайте ответ, пожалуйста. Пожалуйста. При деньгах человек. Все это сказано было, но в конце тут увидим еще есть. Галина Влеська, Новокузнецк. Мир всем и радоваться. С Великим Четвергом. Иван Глятьяна, 3.9. Симон Петр говорит ему. Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Любезный Игнатий Тихонович, ваш с супругой ролик подвиг меня на первое. Смотри, ролик сейчас, который. Это Галина, которая летом у нас была на машине. А именно, прошу вашего разрешения в общину, в гости на Антипасху. Повидаться с батюшкой Иоакимом и всеми вами. Надежде, Свет Васильевне. Свет Большой Бухов. Свет Васильевне. Привезу в подарок на Пасху Христову витаминку для ее ишемического сердца. Ишемическое. И второе. Скучаю и всех вас люблю. Аллилуйя. За одним и Красный Евангелие примем с благодарностью. Если на то будет Божие благословение и ваше желание. А то мы побираемся, у всех просим и экономим их. Раздаем, но с оглядкой. Молюсь. Аминь. Да. Игнатий Лапкин. Ждем. Все получится. Везите гостей добрых. Лучше бы, конечно, приехать на Пасху. Тут концерт будет детский. А батюшка в понедельник утром будет здесь. Впрочем, как вам будет угодно. На это дальше ответы будут пониже. Наталья Че. Мир вам, дорогие наши. Духовный отец Игнать Тихонович. Надежда Васильевна, брат Владимир. Слава Богу, посылки от вас получили. Дошли быстро в отличном состоянии. Мы очень рады и довольны. Аллилуйя. 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 О как. Это за наши книги, которые Володя унес. Низкий вам поклон за эти сокровища и богатство. Молитвенно каждый день мы с вами благодарим нашего любимого Господа за это чудное знакомство. Видите как. Наполнившее нашу жизнь радостью в Господе нашем Иисусе Христе. Спасибо всех, Христос. Нежно обнимаем и по-братски целуем. Все они должны, кто получает, получат и должны выслать фотографии. Две или три. Вот они три фотографии выслали. Вот давай. А выслали ни одну книгу. Вот так. Видишь, мне надо увеличивать. Теперь это закрыто все. Так. Я не знаю, тут что-то... Где тут вышли? Нет, не то. А как выше-то будет? У меня увеличить-то где тут? Масштаб вот там где. Увеличить. Вот она, пожалуйста, встает. Видишь, как? Вот два экземпляра выслали. Это она на книгах наших. Вот она. Это какой, что он? Вот 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й том. Вот две пачки сложили. И Новый Завет поставила. Пожалуйста. Ну, те, которые нападают разной сватой, там, вепри лесные, я называю. Где-то они получат? Да никогда. Да у него нету ничего. А такое? Ни у кого нету такого. Повторяю, ни у кого. Во всем интернете. Бог это сделал. Почему? Божье все. Что их так всех трясет? А чего столько неприятелей? А это еще Красное Евангелие им дали. А потому что живое, оно все их выжигает. Вокруг меня тысячи этих избергов крутятся. А почему? А Божье. Я как будто вот клубок змеиный факелом ткнул, расшевелил это болото. Вот теперь смотри. Видишь, я бы легко показывал их, но закрыто тут все никак. Так, теперь я должен сказать вот второе. Так, опять увеличить. Не, не, ниже, ниже. Вот масштаб. Масштаб вон. Вот они, сестры. Видишь, теперь двое наклонились. Смотри внимательно. Я просил ничего не задевать. Уже многократно говорил. Ну, обратите внимание, вот как пятилетний ребенок шарится, начинает. Вчера только стропалил за это, сегодня опять. Как отвернусь, схозяйничать. И вот оно, радость какая. Смотри, какой коностас у них. Вот стоит Новый Завет. Это послали, такие Евангелие приложили. И вот это книги. В двух экземплярах. Так они раньше половину получили уже, а теперь вторую половину. И сколько радости у них. Теперь. А теперь вот это отдельно. И опять масштаб. Посмотри на них. Как одеты. Как смотрят. Какие спокойные лица. И сколько радости. И я же не скажу, что ты даже обратно можешь теперь развернуться и почитать. Вот оно где. Низкий вам поклон за эти сокровища и богатства. Молитвенно каждый день мы с вами. Благодарим нашего любимого Господа за это чудное знакомство. Чудное знакомство. Наполнившее нашу жизнь радостью в Господе нашем Иисусе Христе. Спасибо всех, Христос. Нежно обнимаем и по-братски целуем. Прошу сесть и нигде рукой не шевелить. Мне это, что делаешь, крайне неприятно. Когда я начинаю считать, что ты где-то берешься, переправляешь, а потом ничего. Мне не надо это, что ты делаешь. Я могу сам все сделать. Вот сатана просто не дает минуты покоя людям. Ты смотри внимательно в некие какие-то люди, теперь видишь ты их, как они открывают книги. Если не бывает что-то на такой том, мы, говорит, читали, я сразу снимаю с полки и начинаю смотреть. А на чем они могли бы остановить их? Значит, что именно обратили внимание? А 752 страницы. И, как правило, всегда заранее я уже определяю, что вы считали такие страницы, а как вы узнали? Я вас немножко уже знаю. И знаю, где написано, что. И вас тут притянет место. Так получилось. То есть, сколько людей вот есть, получают, если скажут они, что вот мы там считали, я даже не знаю, какой том, высчитываю, мне какое развитие ума Бог дает. Смотреть. Дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Инать Тихонович. Сиром. Вепри не унимается и на Страстной неделе, рассылая самоизмышленный мусор. Вот против меня. Там берут патриаршие, там эти все, то Новосибирские, там сколько этих, Новокузнецкая, там Кемеровская, епархии этим занимаются. Они ничего не видят, что они находятся на кладбище, что все разрушено ими. А вот создали миссионерские отделы. То есть, как будто бы сатана специально поставил задачу, самое злобное, самое негодное туда натолкали. А он теперь что? Он никого не может обратить. У него любви-то нету. Он людей не видит, а он знает. А, это вот, что они такие, такие, он нападает на таких. Вот такой, усть на меня, они кинулись. А я, ничего он с меня возьмет-то, ничего и нету. А вот виноваты, там такие, там, армоны. Ну, все ты узнал. Ну, какая тебе польза-то от этого-то? Зачем? Вчера прослушал Ткачев, выступает Андрей. Вот я все, мне с первого дня показался, как вот человек, как будто бы это мешок с просом. Прорезали его, с него все течет. С такой скоростью говорит, все заранее узнает. Вот теперь он мастер Маргарита. Вот где это было бал Сатаны? И американский домик там, это в России. И что там было? Тебе зачем это нужно-то? А люди род Розинов слушают, тебе ни всей жизни, ни будущей не потребуется. И ни разу не упомянул слово Библии, Евангелие, ничего он как будто не знает никогда. А то, как уголовники какие собрались. Да что ж такое-то? А на него смотрят люди, там, тысячами идут. Батюшка, я не знал, а там Сергей Есенин-то... Зачем он тебе, Сергей-то, Есенин? Ты Христа узнаешь. А о Христе-то ничего и не знают. В воскресенье из мертвых не верят-то. А он трещит и трещит сидит. И при том, популярный такой. Почему? Говорит по-мирски, все мирское. И мир слушает их. А он этого не понимает даже. Я все жду, когда он на меня бросится. Он обязательно должен броситься. Я один раз только увидел его. Несколько минуты прослушал, он сказал, он очень опасен. На любого бросится. И вот сейчас там Панигирик поет для Путина. Путина, это богом данный, там такое начинает. Кто тебя зовут? С Украины бежал. Пришел сюда и вот теперь здесь. И вот он подробно, как дом там, кому он принадлежал. Зачем это все? Зачем? А люди-то время теряют. Ты вор, обокрал их всех. Приведи их ко Христу к ногам. А он в счастье самых популярных сегодня. Он говорит, а люди-то мирские. Аня слушает и патриархия благословляет. И ничего нельзя сказать. Теперь заношу в черный список. Вот на него который высылает. Вот что встретил в тексте доклада у однофамильного архиепископа Серафима Соболева. Тоже Соболев этот. Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении? Доклад на Московском Всеправославном Совещании 1948 года. Кавычки открыты. Русскую Православную Церковь приглашают участвовать в экуменической конференции как одну из множества церковных организаций, к каждой из коих прилагается понятие церкви. Всегда, когда один считаешь, только вслух считай. Маленькое незнакомое слово, и ты его просчитал глазами-то, а язык не поворачивается. Это редкий такой экземпляр. Несколько раз, наизусть, закрой глаза, и что тут экуменическая конференция? Тут уже несколько раз повторил без ошибки. Я тебе подсказываю как. Только вслух считай. И несколько раз повторяй. Но мы, православные христиане, исповедуем, что Церковью, как учрежденную самим Богом для нашего спасения, можно называть в строгом смысле только одно общество истинно верующих христиан. Называть же Церковью каждое из иеретических обществ, это значит не иметь правильного понятия церкви и попирать нашу веру и догмата церкви, изложенные в девятом члене символа веры. Никаких динаминаций, никаких конфессий. Под этими словами скрыты слова ереси. Никакой там церкви нету ничего. Хитрость сатаны. Очевидно, экуминисты, указывая на огромную численность так называемых христианских церквей, входящих в состав экуминического движения, представители, коих примут участие в Астерндамской конференции, придают этому количеству положительное значение. Но от того, что ложь будет проявляться не в малом, а в большом количестве ее видов, она не станет истиной. Напротив, она еще более будет ее искажать и отрицать. Вот все понятно. Кавычки закрыты. По моему мнению, аминь, Вепри. Вепри, это уже Иван добавляет. Вепри, дикие кабаны. Вот как это, сват там, Олег сидит. Марина Хэ. Мир вам, Игнат Тихонович. Нужен ваш совет по поводу новой работы. Рисовала портрет, вышла не идеально. Но это и понятно. Нужна практика. У меня есть какой-то внутренний страх. Может, я себе накручиваю? Место работы в гаражном кооперативе за городом. Вокруг ни одной женщины. Одни мужчины. Манера разговора сплошной мат. Отношения ко мне хорошие. Доверительные уже дали собственный ключ. Но каждый раз иду на работу с тревогой. Они там еще и выпивают. На это время-то считай. Чего тянешь так долго-то? Дальше я говорю. Что же ты делаешь? Уйди, никогда там не появляйся. Беда рядом и вокруг. Беги и не оглядывайся. Через кого-то отдай все, что брала. А сама туда ни ногой. Господи, да спаси и сохрани. Она отвечает. Спаси Христос. Юрий Соболев. Ты посчитай подробно, когда считаем мы Талмуд, толкование Торы у евреев. Они все предусматривают. Если мужчина там работает, где, сколько, может или нет, женщина там работает. Куда ворота открываются. Все просмотрено. А здесь куда лезешь-то? Я, говорит, устроил, где, военную часть. Думаю, здесь дисциплина. Замужняя женщина-то. Он пришел здесь же, говорит, у меня шип со стула изнасиловал, офицера ушел. Черт, раздеваешь-то? Я, говорит, не знаю теперь, на работу-то идти, не идти туда, что-то. И он ничего не понимает. Зашел там подполковник и все. Ну, дикие вепри. И муж ее работает там же. Они ничего не понимают. Самая отвратительная, наверное, нация во всем мире. Изгаженная и правителями, и церковью, которая называется православная. Все можно. Можно 5-10 жен иметь. Придумали какие-то написаны. При живом мужу выйдет замуж при любодейке. Церковь все это патриархия отвергла. Сейчас выставили они все. Считай, тошнота берет. Блудодеяние одно. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович. В ролике, как и где лучше и полезнее всего провести пасхальную ночь. А 0-2-0-4-го 2018-го. Вы говорите о том, что на растительном масле жарить не полезно. Мы с близким братом с утра размышляем. А на чем? А на чем? Вот ты тоже скажешь. А на чем? Все равно будешь с маслом растительным. Пока такие варианты определяются. Двоеточие. Свиное сало. Курдючный или утиный жир. На чем, Игнатий Тихонович? Юрий Соболев. 1-го коринфянам 7-16. Муж. Почему знаешь, не спасешь ли жены? Это вчерашний ролик я назвал. Прекрасный ролик, Игнатий Тихонович. Скачал себе в архив. Спаси Христос. О. Игнатий Лапкин. И только когда уже снимете с плиты, тогда на столе доливайте масло растительное или... Нет, масло, потом точно... Ну, чего ты ради растянул-то? Масло растительное. Масло, потом растительное. Уже растительное у тебя к маслу не относится. Вот Сергей так растягивает слова и говорит, вообще не знаешь, о чем он говорит. Тогда на столе доливайте масло растительное или мажьте крылышком пироги. Но термической обработке растительное масло с сегодняшнего изготовления не годится. Грозит рак желудка и кишечника. А жарить можно на воде или на муке. Да. Ну, конечно. С виною все свинячье должно быть навсегда предано забвению и не появляться не только на столе, но и во дворе. Соблазн для двух миллиардов человек и вред для семь милли... Семь целых... Шестьдесятых. Семь миллиардов шестьсот миллионов человек. Римлянам 14.21. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Первого калифеном 8.13. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. А тут ответ такой, да они нам не брать, это мусульмане. Да как? Что у нас общего-то с ними-то? Зато уже все общее. И отец с матерью общей у нас, говорит. И кровь общая, и воздух общий, и земля общая. Здесь-то о верующих говорится-то. Юрий Соболев. Спаси Христос. Благодарю, Игнать Тихонович. По второму кругу смотрю ваш замечательный ролик с Надеждой Васильевной. Теперь с женой... Ну, подожди. А теперь я смотрю, значит, с женой. Теперь с женой. Спаси Христос. Благодарю, Игнать Тихонович. Ага, а теперь дальше. Рустам. Спаси Господи за ответы. Да, вы и вчера на занятиях как-то не по существу ответили на мой вопрос по поводу толкования на Матфея 5.19. Если в самом месте Писания написано, что малейшими нарекутся в Царстве Небесном те люди, о которых шла речь, а в толковании сказано, что в геене пойдут, в геену пойдут, нестыковка здесь уже есть. Если черным по белу написано, нарекутся малейшими в Царстве Небесном, а не в геене. Я люблю точность и предельную честность, особенно когда речь идет о Святой Библии. Предельную, как предел, предельную, я предельную. Ну да ладно, я не буду вас более занимать своими вопросами, так как все равно на них ответов не будет. Спаси Господи вам. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Я отвечаю. Игнатий Лапкин, 2 Тимофея 4.1. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Вот один ответ где. Явление Христос, когда явится, явление Его и Царствие Его. Явление это Царство называется. И поэтому, куда он пойдет, когда Господь будет в Страшный Суд? В геенну. Куда пойдет? Когда? Явление Христа и Царствие Его. Он явился, и это Его Царство и есть. Теперь в Царство идут. А эти люди куда пойдут? При его явлении. Гусейнов Рустам. Ну вот видите, Матфея 7.7. Сработало же. Вот ты говорил, не ответите, ничего нету. Но я ответил, все. Огромное вам спаси Господи за то, что подсказали, как задвигать дурные помыслы, которые приходят от лукавого. Других обухвой одной, какой же, хэ, там нельзя, потому что эти вепри сразу бросаются на них и заваливают мерзостью. А Рустама Гусейна, я полностью фамилию показываю, имя. Почему? Да потому что я знаю, что он взвяхнет так, что у него зубы будет в ладошке. То есть этот вепрь там с ватом или Сергея там будет, кто вылезет. Молитва. Три святое. Очень действенная молитва. И из множества слов, да если она еще приправлена своими словами от чистого сердца, то ей цены нет. Я усвоил в этой связи, что молиться нужно не менее семи раз, так как лукаво борется со мной на уровне мыслей. И очень трудно бывает порою стоять, когда не молишься. Так и по бездорожью можно пойти. Я вам на самом деле очень признателен, Игнает Тихонович, за то, что вы поделились своим опытом. Я думаю, чем больше молишься, тем лучше защита от нападков и поползновений сил духов злобы. Не думайте про меня плохо. Я вопросы вам задавал без всякого лукавства, а лишь по своей жажде к Слову Божьему и кисти. Слава Христу! Никита Колесников. Сильнейшая исповедь. То есть там этот, который Валерий есть, там все, а женщина, кто другое, Никите сильнейшая показалась. Хоть сам того не пережил, слава Христу. Но будто мне... Не пережил, слава Христу, как будто он боится этого переживания, а теперь слова сильнейшие, и знать ты не знаешь. Ну будто мне лезвием по душе прошлись. Ну а попы волки лютые. Елена. Зацикленный на себе, как в коконе сидит. Страсти, мордасти какие-то. Работал бы на стройке до пота и думал бы о спасении души. А то, как кот меня учит, толчет в воду в ступе. А тот Валерий, который там в машине, все о женщинах, о разводах. Вот она его и показала, как кокон. Работал бы, а то все в машине сидит. Где он работает-то? Кот меня учит. Виталий Калиников. Махровый бабе комментарий. Не понравилось. Дальше. Девушенко Сергей выставляет два ролика, просмотреть. Смотрю, Валера так и не отказался от православных наложниц. Мягонько продвигает свое учение. Вот и все. Елена. Все обижены женами. Хеть до Валеры. Хеть до Валеры. Что здесь обсуждать-то? Какого Дена бросила, сказано. Сказано, Игнать Ильич, молитесь за них. Чего мы солить эту тему? Виталий Калиников. Сергей. Внимательно прочитай девятое правило Василия Великого. Елена. Жена. Конечно, опечатка. Евтушенко Сергей прочитал. Все отлично описано как раз для Валеры. Но он читает, что хочет. А что не хочет, не читает. Ему уже два человека на это указало. А он все ждет пинка от епископа. А если еще под дворника попадет, то ему уже никогда не отмыться. А он к этому идет семимильными шагами. Роман Фроликов. На что годятся люди, когда они становятся монахами? Это трагедия. Они зарывают свои таланты. Становятся безмолвными, как овощи. И они сгнивают в затворе, не умножая свои таланты. Не идут на благовестие. Не исполняют заповедь о любви к Богу, хвала ему и к людям. Евгений Трабко. Выставил ролик. Дмитрий Телков. В одной из древнейших церквей эфиопской в канон Библии входит 81 книга. Книга праведника и книга Эноха. И короткая всего две головы книга Даниила. Книга, то есть все, которая считается подложными, еретическими, они у себя все собрали, эфиопы. Абдулла К. Мое почтение, отец Игнатий. Господь навел на ваш канал в Ютубе. Смотрю вот уже в течение недели. Приятно видеть искреннего и самоотверженного верующего. Дай вам Бог здоровья, отец. И храни вас, он всем людям во благо. Аминь. Юр, спасибо. Сейчас у меня не столько денег. У меня нет столько денег. Там, говорят, у меня денег, я пришлю хоть сколько. А тут уже даже на Новый Завет нет. А как найду, постараюсь купить книги Нового Завета с толкованиями блаженного фифилатра. Найду деньги. Где он найдет, надо заработать. А креститься, думаю, у себя в Волгоградской области. Но если не получится найти священника, который бы согласился покрестить в реке или озере с троекратным погружением, тогда, думаю, к вам приеду в Алтайский край. Еще раз спасибо за ответ. Слава Господу Иисусу Христу. Инатий Лапкин. Если нужно будет приехать, то дополнительно переписываться нужно. Узнать вашу биографию и дать разрешение на приезд. Категорически запрещается приезжать самовольно, без разрешения. Ну вот, человеку все сказано, как есть. Так. Хотел показать, какие у нас ресурсы. Это вот новый. Опять, пока говорили, вот выскочил тут еще один. Слава Иисусу Христу. Вот Андрей Александров. Ну, прочитаем, что тут у него хорошее. Что он тут пишет. Мир вам, Игнат Тихонович. Благодарю за приглашение. Для меня это неожиданно и большая честь. От вас я далеко. Это понятно, считали дальше. Мир вам, Игнат Тихонович. В Ютубе сегодня нашел этого молодого апологета. Петр Пашков. Интересно узнать ваше мнение о нем. И, конечно, что вы скажете касательно содержания беседы. От себя хочу добавить. Вам бы такого в ученики. Понятно. Еще сейчас посмотреть, глянуть. Давай глянем. Я не считал и не видал первый раз, что откроется. Ну, все. Такое прочее. Но это будет долго и не будет выглядеть убедительно. Мы должны уметь просто и четко ответить. Есть вселенское всепровознанное решение. Вот оно здесь и там. И переводить четкие ссылки на документы. Это манера, которая очень действует на католику. Обычно католик перевыключит, что у нас... Ну, не знаю, там что-то еще тут... Это из Атриумова. А? Из Атриумова. Санкт-Петербург. Атриум называется. А-а-а. Православное решение. Так, третий минуту. Ну, что тут написано? Баптисты никогда по квартирам не ходили. Ходили когда-то свидетели Иеговы. Но после того, как руководство РПЦ добилось от государства принятия закона, запрещающего миссионерскую деятельность всем христианским конфессиям, кроме РПЦ, по квартирам безнаказанно могут ходить только сами православные миссионеры. В кавычках. Хотя непонятно, зачем им это, если есть государственный аппарат насилия, состоящий сплошь из православных ментов, судей и прокуроров. Вот так. Для РПЦ тема миссионерства вообще не актуальна. Православному миссионеру, в кавычках, достаточно уметь правильно писать доносы в полицию на верующих иных конфессий. Нужно же блести святоотеческую традицию православного миссионерства, в кавычках, Иосиф Володский, в кавычках открыты. Когда мы видим, что неверные иеретики хотят обольстить православных, тогда следует не только ненавидеть их или осуждать, но и предавать проклятию, наносить им раны и тем освящать свои руки. Всем людям, и святителям, и священникам, и инокам, и всем христианам следует не только осуждать иеретиков и отступников, но и приклинать их. Цари же, князья и судьи мирские должны отправлять их в заточение и предавать лютым казням. Кавычки закрыты. Вот от Иосифа, вот от его как раз. Сталин православный, его канонизировали. А сам с сигаретой там сидит. Где, вот это вот? Вот этот, ну. Ну вот так. И кто-то, бабки, то есть. Ну вот, что тут сказать, еще что пишет. Олег Дем. В догмате однообразие, в обрядах разнообразие, в основе любовь. Святой Августин. О чем спорить-то будете? А в обрядах? Да, далеко пойдете. Вениамин Коломоец. Это Коломоец. Это они отвечают то, что он говорит на это. Еще что. Православие смешано истиной и многими ересями. Она не идеальная церковь и не доминирующая. Православное вероисповедание страшное, движище на ритуалах. Они не призывают людей к покаянию и только, и так далее. Только обряды. И на это 16 отзывов. Давай, прочитаем. Александр Коломоец согласен, кроме обрядности у православных, то бишь. Восточных христиан ничего не осталось, суеверия и обрядность. И все вот, и все православие, по крайней мере, на постсоветском пространстве. Православное вероисповедание страшное. Кавычки взяты. Это кто же страшный? Серафим Вырицкий или Елизавета Федоровна? Или какой-то другой православный святой? Прежде чем поливать грязью, разберитесь в вопросе, уважаемый. А то и вы тем же крайне предвзятым судом будете судимы. По слову Христа. Дальше еще один пишет. Олег, что страшнее и кто такой Ефим Вырицкий? Это проповедник бросает тень на католиков. И еще про нас лжет хотя бы, он в вопросе разбирался. А то навел тень на плетень. Пусть приводит цифры, приводит доказательства. А не лжет. Почему? Вы православные, не трогайте. Мусульман, иудеев. А нас, католиков, старайтесь обидеть. Хоть мы вам ничего плохого не сделали. Олег К. Дружище, во-первых, будь добр, пиши грамотно, если можешь. Например, напиши конкретно пару примеров, в чем ложь в этом видео. Во-вторых, погляди диспут на этом канале против католика более 2,5 часов. Там все более развернуто. В-третьих, ты явно не в теме, так как православные ведут диспуту с мусульманами, иудеями и представителями других верований. О чем полно разных видео на ютубе. Есть даже соответствующая богословская дисциплина, апологетика, в рамках которой отстаивается истина православной веры в сравнении с другими религиями. По поводу же католиков давно известно, сколько ложных догматов они напридумывали после отпадения Римской Церкви от единства с другими поместными древними церквями, начиная с непогрешимости папских официальных высказываний и вообще примата Папы Римского. Даже духовное делание исказили в сторону экзальтации и различных мечтаний, воспаляя свое воображение картинками и образами, начиная с представлений страждающего Христа и т.п., что было строго запрещено древними святыми отцами-подвижниками, ибо ведет напрямую в прелесть духовную. Хорошо посмотрю, при чем тут духовная прелесть? Не о ней речь меня просто задевает нападки миссионеров РПЦ МП на католиков. Хотела бы знать причину такого поведения. Олег К. Это не нападки, а критика. Нападки – это когда католики в XIII веке разграбили православный Константинополь и попытались сделать то же самое с православной Русью. К большому сожалению, они давно уже утратили подлинно христианство. Попробуй изучить этот вопрос, и ты придешь к такому же выводу. Например, святой Игнатий Бринчанинов в XIX веке прекрасно обосновал ложность католического подхода к духовной жизни. Олег Фулинг. Олег К. Я за критику, но не нападки. Как раз то критика – это указание на недостатки. А вместо критики я вижу нападки. Вениамин Коломоевец. Олег К. Ясно выразил. Православие – это не истинное вероисповедание. Там много ереси и обрядности. Благодаря князю Владимиру православие стало доминирующей среди восточных славян и язычников. Православие – это кусок отвалившегося от католицизма или другими словами восточной церкви. Но в глазах Божьих это страшная конфессия, которой нужны обряды, и православие, к сожалению, ведет многих прямо в ад. О, если бы были призывы к покаянию и разъяснению Библии. Олег К. Прекрасно, помню и знаю эти даты. Нет, вы это промотали. Да ладно, тут понятно, о чем это надо смотреть. Это между собой, тут двое только. Так, дальше что? Алексей Мишунин. Петр Пашков – молодой, а талантливый апологет РПЦ. Думает, что вера его самая правильная. Но можно также привести места из Библии против заблуждения в православии. Исторически доказать, что их главный аргумент об апостольской преемственности, на самом деле, как говорится, притянут за уши. А опыт собраний первых христиан и близко не похож на собрания в РПЦ. По сути, Петр служит разделению в теле Христа, оставляя за собой право думать, что только в православии истина. А остальные христиане в той или иной степени заблуждаются. Он не служит единению детей Божьих, рожденных от Духа Святого, но высокомудрыми речами уводит от простоты во Христе. Создает преграды для других в познании Господа. Кто давно имеет тесное отношение с Богом, кто растет в любви нашего Господа, тот понимает его все больше. И кто уже пережил в своей земной жизни наставление Духа Святого, понимает, что это похоже на пустословие. Ибо по делам будет суд Христов. Как ты к ближнему относился с любовью, как исполнял волю Господа? Служил ли тем, что дал тебе Дух Святой, когда погрузил тебя с тела Христова, который из церковь его, и за который он придет однажды? Роман Порва. Опять по Алексею Ильичу прошлись. Ну-ка еще посмотрим. Дальше. Эдик Руссо. Когда к старцу Паисию Святогорцу, отшельнику, приехал католический священник и со скорбью спрашивал, что мне делать, старец по поводу их учения сказал, у вас много человеческого, много человеческого, и целую ему руку, отправил домой. Католик со слезами, выйдя, воскликнул. Он мне руки целовал. А Осипов свой, он, ребята, несмотря на травлю в инете, свой он. Православные ассирийцы. Эдик Руссо. Что значит свой? Какой же он свой? Эдик Руссо. Свой, думаю. Свой со своим теологином, со своим именем. Православный человек, который говорит, меня не слушайте, слушайте святых отцов. Видел он недавно, старый живот, вот одной ногой в могиле, и по бокам две дылды семинариста, подумал охрана. Да и люльку просмотрел, и тех, и другие, и те правы. Что-то дрым про вычисто по-человечески. Честно, мозги кипят. И Сысоева диски слушал, и Смирнова, и Кураева, которые защищают его, как учителя, хотя вижу, что не согласен с ним. Устал от вас, православные, задолбали с этой грызней. Все же Осипов, жемчужина, православие. На все остальное суд Богу. Когда патриарх, наш генерал Христа, скажет, что он еретик, и церковь признает тогда, и говорит о нем, как еретике. А так, смотрю сквозь пальцы на его мнение. А все, что православно, принимаю. Ну, понятно, что тут это разное. Тут надо его посмотреть. Я его слышал, этого мальчишку-то. Он тогда помоложе что-то был. Ничего не могу сказать. Надо быть рядом где-то, и вопросы какие-то задать. И что есть. А не видишь, что-то это, Энтрио царионов-то. Куда их поволокло? А потом сами же православные хлопнули от него. И говорит, мокроты не осталось, и сгинул навсегда. Они бросаются на любого. Пока внутреннее не делают. Вот Артриум этот, что-то ходит везде. Они видят везде недостатки, кроме своих. А пророки, наоборот, видели у себя. И сравнивали с другими. Говорят, да вот у других народов такого безобразия нет, как у нас. А они эти все, они видят только где-то. Он, понимаете, этот мальчишку одним мизинцем там хлопит и все. Какой Осипов? Что же распространено? Монахи мигом собрали, начали сжечь все. И теперь только разбирайся. Ну, что тут там? Талмуд говорит, цитата. Лучшего изгоев убей. Евреи, завладевшие имуществом, Гоев, может пользоваться без стеснения. И так далее. Все секты закрыть. А, еще. Игорь Сергеев. Младостарец, богослов, спорщик. Протестанты с тобой даже спорить не будут. Разве только дураки. У них времени нет на твою апологетику. Они людей спасают от смерти и учат Христа любить. Абсолютно правильно. Абсолютно. Вот они там научились, это говорит он там. Ну, пускай он к Ткащеву там поближе будет. А в это время от двери к двери никуда свидетели сторожей у башни не делись. Они так и идут, и идут. А эти ничего и не знают. Еще дальше. Подрастешь, и самого уточнить будет тебя от соборов, синодов и догматов. Очнись, выгляни в окно, поговори с погибающими людьми о своих соборах и синодах. Тебя никто слушать не будет. Люди в ад идут толпами. А ты про апологии с католиками. Ну, еще я могу сказать. Ну, правильно. Они от жизни оторваны, не знают. Друг друга поддерживают. Олег Дэм. Ну, это все дух один, все разные духом, и какое-то отношение имеют. Первосвященники же, начальники храма, как будто на разбойника вышли. Ну, вот это вот, примерно поглядели. Ничего я сказать не могу, но знаю, что они одинаковы все в этом вопросе. Он знает, что его свои поддерживают, и вопросов больше никаких нет. Так, теперь мне надо посмотреть, опять дать. У нас есть форум, большие темы. Миссионеров никаких нету совсем. Нападают своры просто, налетают. Вот, православный библейский сайт. Это уже можно сказать. Это работает. Все. Сколько у нас там время? 42 минуты. 42? Да. Это уже больше полчаса. Ну, я думаю, на этом сегодня можно закончить. Вот так. Слушатель наш один. Беспокойный. ДИКТОМНЫЙ ПОЛОЙНИК Корректор, К.Голида. КОНЕЦ versus ФИЛИКОВ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ